Считаем сразу же разговоры с парой евро-доллар. В целом у нас особо ничего не изменилось по сравнению с прошлым днем. Пара стоит в Афлете в небольшом, и вчера у нас котировки были 1.0810, плюс-минус, и сейчас 1.1810, и сейчас 1.16. Вчера мы говорили, что надо продавать пары и ждать снижения, она дошла только до 1.1780, сейчас опять вернулась на те же уровни. На мой взгляд, снижение будет, просто немножко оно затягивается, и здесь я по-прежнему остаюсь при своем мнении, что нужно пару продавать, либо, если вы вчера его продавали, пока позиции держать, ничего с ними не делать. И здесь, по-прежнему, цели, которые были вчера неактуальны, это 1.1753 уровень поддержки, и минимум пятница, это уже 1.1727. На мой взгляд, коррекция по евро еще не завершилась, и в самое ближайшее время мы будем наблюдать за снижением котировок. Если смотреть по теханализу, то у нас здесь получается, что в целом коррекция еще не завершилась по дневному графику, потому что там у нас стояли дивергенции в области перекупленности на прошлой неделе, дивергенции эти еще не реализовались, потому что сейчас RSI показывает 63.4, и обычная дивергенция реализуется, когда RSI уходит куда-то к середине или даже ниже, то есть к 50 или ниже, а сейчас намного выше, чем 50. И плюс RSI также в экстремальной области находится 63.4, он показывает, то есть это тоже уже получается снижение котировок, оно актуально. И в целом, как я вчера и говорил сегодня, следствие по своему мнению, что это именно коррекция, а не разворот, поскольку сейчас для разворота в принципе причин нет. Что касается фундамента, новостей сегодня нет, и я хотел бы выделить динамику индекса страха ВИКС, который снижается на текущем графике, у нас есть его динамика за последние две недели, и вчера было новое падение. И здесь, чем нам этот индекс интересен, он рассчитывается для S&P 500, и если индекс растет, какие-то страхи на рынке присутствуют, на американском рынке акции, и S&P будет снижаться. И наоборот, если индекс падает, S&P будет расти, значит страха нет. И поскольку индекс падает, в правой части графика это отлично видно, то получается, что страхов нет, и S&P пойдет дальше вверх. И если S&P растет, то это уже поуплохо для безопасных активов, а евро у нас является как раз таким вот так называемым безопасным активом. Безопасность заключается в том, что там нулевая ставка, и многие большие такие фонды инвестиционные берут займы в единевропейской валюте, и эти кредиты, займы направляют на покупку акций, чтобы на этом заработать. Поэтому, когда у нас покупают акции в большей степени, то, соответственно, очень маленький интерес или вообще его нет к евро. То есть евро и S&P 500 и фондовые рынки двигаются в разных направлениях. S&P вчера немножко так подрос, достаточно так, в принципе, скромно, но все равно рост уже есть, несколько десяток процента. И здесь необходимо отметить, что касается американских акций, то там в лидерах роста вчера был NASDAQ, это бумаги так называемого технологического сектора, все вот эти Apple, Facebook, Twitter, интернет-компании и так далее. Вот как раз все эти компании, они были в лидерах роста, то есть выросли больше всех и лучше всех выглядели. И это тоже подтверждает наличие интереса к активам, потому что вот эти компании интернета, они стоят очень дорого по отношению к своей прибыли. Если, допустим, какие-нибудь банки, там Goldman Sachs, JP Morgan стоят в 10-15 раз дороже, чем годовая прибыль, то многие компании вот этого IT-сектора, интернет-сектора, они стоят в 50-15 раз дорого. И, соответственно, чем торжествуют по отношению к годовой прибыли, тем больше рисков. И если вот эти акции, они лидируют, значит, инвесторы готовы рисковать, они верят в фондовый рынок. И в целом, вы уже говорили, что S&P потихонечку так идет в 2,500, сейчас 2,481. И таким образом получается для евро тоже сигнал плохой, когда у нас фондовые рынки движутся вверх. Поэтому коррекция, на мой взгляд, еще не завершилась, просто она вот немножко затянулась. И надо просто подождать и ждать как раз снижения в 17.53 и в 17.7. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллара, и я на них в стрессе не отвечу. А мы пока поговорим о британской валюте. Здесь, в принципе, тоже флэкт на часовом графике. Но вот вчера говорили о цели 30.20 и 30.00, и до первой цели дошли, 30.20, до второй не дошли немножко. Вчера минимум дня было 30.13, то есть остановились примерно посередине между первой и второй целью. То есть здесь там снижение более активно было. На мой взгляд, здесь тоже коррекция еще не завершилась, еще будет снижение, то есть будет пара обновлять, я думаю, сегодня вчерашний минимум 1.13.13 как раз выйдет на 1.30. Сейчас котировка 1.30.43 и можно продавать прямо и сейчас. И также можно разместить продажу на вчерашнем максимуме 1.30.57 и цель 1.30 ровно. Почему здесь можно ожидать снижения еще одного? Почему здесь коррекция не завершенная? На мой взгляд, необходимо обратить внимание на рынок облигации, спред Великобритании и США вчера падал и сегодня тоже падает, вчера спред падал, пара также падала, сегодня спред падает опять, я думаю, что пара также будет падать. Причем здесь не только падает Великобритания и США, то есть доход к британским бумагам, к американским бумагам, но и к немецким, также бундусам так называемым, британские доходности снижаются. Таким образом получается вот такой вот двойной плохой эффект. И к американскому падение, и к немецким. Это очень такой сильный сигнал, когда и там, и там идет падение. Поэтому я думаю, что коррекция здесь еще также вниз продолжится, то есть она и не завершилась, и надо продавать и ждать снижение к 1.30 ровно. Я не смотрю особо ниже 1.30. Здесь есть фактор хороший для фунта, это называется нефть. По нефти мы вчера говорили, что нефти нужно покупать от нижней границы по Болинджеру на часовом графике, это 51.60, и ждать рост котировок. Верхний по Болинджеру там 53.74, и вчера как раз опустились на последние 35, и сегодня уже котировка 52.46, то есть быстренько так скорректировались и пошли вверх. И здесь по нефти надо позиции держать, потому что до цели 53.74 еще не дошли. Тут еще доллар с небольшим надо пройти. И здесь как раз вот рост нефти, он и будет сдерживать сильное падение фунта, на мой взгляд, то есть когда 3 фунт сходит, а особо ниже не пойдет. И по нефти вчера были новости тоже интересные, и они тоже небольшую такую поддержку нефти оказали. Забастовки начались и на нефтеперерабатывающих заводах, и на тех вышках, где нефть добывают. То есть там есть несколько таких ключевых районов нефтегазовых, и вот там начались забастовки, недовольные условиями труда рабочие, и они объявили забастовку на эту неделю до понедельника. Если не смогут договориться, то будут продлевать ее. И в принципе, чем эта новость интересная, ну подумаешь там забастовка, да, ливия, это непонятно. Это же там не Россия, не Саудовская Аравия. Забастовку объявили, которые больше всех в мире нефти добывают. Россия первая, Саудовская Аравия второе место в мире по добыче нефти. Здесь интересно тем, что вот было соглашение ОПЕК, там плюс Россия и другие страны, которые ОПЕК не входит, хочу сократить. Оно было подписано в прошлом году в ноябре, в этом году оно, его соглашение продлили до конца марта 18-го. И вот Ливия, как раз она к этому соглашению не присоединилась, хотя она является членом ОПЕК, но она попросила там себе определенных условий, особых условий, потому что у них проблемы в экономике. И они попросили себе вот такие преференции. И ОПЕК пошли им на встречу, и как раз Ливия активно добычу тащила. Ну и вроде как вот рынок этих был обеспокоен якобы тем, что это может вызвать там много роздобычи. Вроде бы в целом ОПЕК сократила, но Ливия резко добыча увеличит. Это все равно будет плохо и так далее, и так далее. Подобное. Ну и вот эту тему муссировали некоторое время, а тут теперь получается и эту тему муссировать нельзя. То есть ОПЕК добычу сократила. У Ливии сейчас остановка производства на этой неделе. То есть вот остались без таких вот тем для разговоров. И таким образом это тоже фактор такой небольшой, хороший. Я не думаю, что прямо этот фактор, он играет сейчас решающую роль, что только благодаря нему там нефть растет. Я думаю, что нефть растет в первую очередь благодаря тому, что в целом сейчас в мире высокий спрос на нефть. Это всегда летом происходит, во всех странах мира всегда летом очень много потребляют нефтепродуктов, автомобили много ездят и чаще, самолеты больше летают, люди больше куда-то ездят, передвигаются различным транспортом. Плюс в целом деловая активность увеличивается, чего-то где-то строят, там производят, все это нужно привезти, отвезти, довезти и поэтому в странах мира практически во всех всегда высокий спрос на нефть. Это в России, в Америке и так далее. Вот первая причина. Вторая причина, что доллар скупал, мы видим доллара там на минимум за полтора года, это тоже фактор хороший для нефти. А вот Ливия это уже так, вот третья причина, я бы назвал на этом неделе, я бы ее на третье место поставил. Но средства массовой информации, они вот поставили на первое место сегодня эту причину. Но средства массовой информации надо что-то писать, у них задача писать, у нас задача с вами думать и зарабатывать на этом, то есть зарабатывать своим умом, поэтому мы вчера и говорили о том, что нефть пойдет вверх, потому что падает доллар и спрос на нефть. Ну и вот Ливия тоже немножко помогла, это тоже в принципе нам на руку. Поэтому здесь получается, что для доллара в целом американского это плохо, для нефти России, поэтому здесь получается, что коррекция еще пройдет, но прямо вот так сильно, судя по всему, ее не будет. Теперь поговорим о долларе японской иене, она у нас вчера пыталась дойти тут до 111, дошла до 110.91 в американскую сессию и больше не пошла, сериально на те же уровни, что и вчера. И вчера мы говорили о покупать к 111.10, поскольку цель не достигли и в целом все неплохо складывается, я думаю, что позиции надо держать на покупку, потому что здесь в целом будет, на мой взгляд, рост котировок, просто как и в случае с евро, ситуация просто немножко затянулась по времени. И сейчас котировка 110.55 прямо здесь покупать, если вы без покупок, если вчера купили, то просто подержать, подождать. И цель 111.10, и здесь тот же самый фактор, это рисковые активы, то, что S&P вверх идет, и VIX вниз идет, трахов нет, все довольны. То, что вот нефть сейчас растет, это тоже играет на руку рисковым активам, потому что нефть это тоже рисковый актив, и нефть растут, и акции это тоже рисковые активы. Поэтому сейчас получается, что есть интерес к рисковым активам, соответственно, к безопасным активам интерес либо не будет вовсе, либо он будет очень маленький. Поэтому здесь я думаю, что также пара пойдет вверх, то есть это основная идея на сегодня, в принципе, больше что-то идеи нет, это вот то, что будет расти американский рынок, будет расти нефть, и пара также пойдет вверх, потому что она вот сильно коррелирует с фондовым рынком. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них сольферно отвечу. Так, можно пару слов об астралийцах иене? Андрей, дарю у вас вопрос, конечно же, можно, что касается этой валютной пары, то я думаю, что ее надо покупать, и этот кросс-курс, он у нас является высокодоходным, то есть это тоже рисковый актив, тот же самый рисковый актив, как акции, как медь и нефть, это вот тоже одна из таких вот групп рисковых активов, вот эти высокодоходные кросс-курсы, и здесь, на мой взгляд, будет рост покупателя, где можно, прямо сейчас можно купить в фоне хорошей 87.61, где поставить тейк профит, я предлагаю поставить тейк профит в области вчерашнего максимума 87.99, вот такой вот взгляд на эту валютную пару, и евро-иенов, Роман, вы знаете, я не могу сейчас ответить про евро-иенов, посмотреть, я эту валютную пару не торгую, или торгую на очень-очень-очень редко, а там прям сигналы сильные, то есть не торгую, имеется в виду каждый день, я ее не торгую, не отслеживаю, поэтому тут завтра тогда смогу дать свой взгляд на эту пару, потому что надо тут посмотреть повнимательнее, и так вот сходу не могу сказать. Вчера говорили об паре доллар американский и доллар канадский, и она дошла до 27.13, мы вчера как раз и говорили, 27.04 об уровне сопротивления, сейчас вот в этой валютной паре я бы ничего не делал, вчера был более такой хороший сигнал на покупку, более такой качественный, сейчас с одной стороны может быть еще движение вверх, дойти до верхней по боленджеру, и там уже остановить, 28.25, вверх по боленджеру на дневном графике, но поскольку нефть растет, это хорошо для канадца, тут может быть уже движение, все, коррекционность завершилась, доллар будет снижаться, американский, имеется в виду, поэтому я бы сегодня эту валютную пару не брал, вчера был более, я бы сигнал сегодня как-то вот так получается, 50 на 50, а вот ситуация 50 на 50, я ничего не делаю, еще другие инструменты, где ситуация более понятная, более сильная, а вот завтра к этой валютной паре можно будет вернуться, посмотрим на нее ситуация будет развиваться. В принципе, так вот, если в целом, что я вижу по этой валютной паре, где-то вот еще некоторое время как-то она подкорректируется, и после этого надо будет искать точки для продаж, но прямо сейчас продавать пока не совсем такие вот сильные сигналы приходят. Так, золото, и так, с нескольких слов, Надежда, говорю у вас вопрос, что касается про золото, то, на мой взгляд, по золоту надо покупать, но покупать не вот на текущих уровнях, я бы сейчас не покупал, а вот средний по более что на юмном графике, она повышена стала, чем вчера 1249.70, вот здесь можно купить золото и на 1263 на уровне сопротивление продать. Сейчас котировка 1260, я бы сейчас золотом ничего не делал, вот там сейчас покупать, в принципе, не знаю, уровень, продавать с целью его, там, пусть на 1249, потом перевернуться, я бы тоже так не стал делать, потому что, в принципе, может и не будет снижения такого. Вот если будет снижение к 1249, то там можно войти. Сейчас просто пока понаблюдать. А что касается DAX, то здесь, на мой взгляд, сегодня можно открывать покупки и ставить take profit на среднюю по Bollinger на дневном графике 12342 и на эти средние выйти, посмотреть, как DAX себя будет ввести. Если он пробьет, тогда можно будет дальше покупать. Если не пробьет среднюю, то надо будет посмотреть, как себя будет евро ввести и S&P, и там уже после этого принять решение. То есть, средний, я думаю, DAX зарастет, а там надо просто будет смотреть, как он себя будет ввести. Средний по Bollinger на дневном графике, средний по Bollinger с периодом 21 до дневных я использую, и сейчас средний проходит на 12342, а там уже надо будет смотреть, куда у нас поведет DAX, пробьет он эту среднюю или не пробьет среднюю. Так, какие у нас еще вопросы были? Вопросов вроде больше нет. Уважаемые коллеги, также хотелось бы сделать небольшой анонс. На этой неделе ведем с вами вебинар по российскому рублю в четверг, это у нас будет 10 августа, 18 часов по Москве, потому что тема очень интересная, многих она волнует, особенно тех, кто живет в России или приезжает в Россию часто из других стран, потому что что будет с рублем в ближайшее время, месяц-два, будет ли у нас сильное падение, допустим, к 70-80 рублей за доллар, что у нас будет с экономикой, что у нас будет с кредитами, потому что многие кредиты берут, потребительские, ипотечные, будут ли ставки снижаться, что будет Центробанк делать, в сентябре будет заседание очень важного странного банка России. И вот все эти вопросы мы как раз и рассмотрим. Будет ли у нас черный август, как был он в 2008 году, в 1998 году, в 2014 году, когда в августе рубль очень сильно падал, доллар, евро, или же более-менее спокойный такой август будет. Вот мы поговорим обо всех этих вопросах в четверг, 10 августа в 18 часов по Москве.